Гонка «Северный лес» не только считается уникальным зимним соревнованием, но и традиционно открывает Кубок Мира по бахам. Кроме того, в этом году «Северный лес» получил статус первой этапа чемпионата России и Кубка Евразии по ралли-рейдам. За три дня участники преодолели около 600 гоночных километров, из которых почти 400 составили спецучастки, проложенные по дорогам и бездорожью Ленинградской области. Притом нынешний старт оказался чрезвычайно сложным. Околонулевая температура сделала покрытие трассы скользким, а снег — рыхлым. В итоге гонщики часто улетали, много буксовали, и все это из-за пасмурной погоды и снегопада происходило практически вслепую. Первой жертвой русской зимы стал именитый Езид Аль-Раджи. Он сильно повредил машину во второй день соревнований, после чего принял решение оформить сход. По итогам двух дней на первое место вышел польский экипаж Томаса Бельковского и Дариуша Баскевича. Однако россиянин Владимир Васильев сумел нагнать и обогнать соперников. Именно он занял первое место. Для польского экипажа финальный день гонки вообще оказался несчастливым. Их опередил не только Васильев, но и ветеран дисциплины Сергей Успенский. Бронзу же абсолютного зачета совершенно неожиданно взяла Анастасия Нифонтова, так как при технической проверке машины Бельковского выяснилось, что она не соответствует регламенту, и результаты экипажа пришлось аннулировать. К слову, именно российская гонщица стала лучшей в категории Т3. За ней финишировали Альварес Фернандо и Вадим Федотов. В группе Т4 места распределились следующим образом. Сергей Ременник первый, Мигель Анкель Валеро второй, Юсеф Аль Джаиф третий. Что касается любимцев публики команды «Газрейд Спорт», то для них «Северный лес» прошел не слишком удачно. Экипаж Евгения Суховенко и Кирилла Чапаева шел просто отлично, но на второй день застрял в болоте. Гоночная «Газель» застряла намертво, а на ее извлечение из торфяного плена ушло больше семи часов. Но все равно коллективу удалось завоевать второе место в командном зачете чемпионата России, пропустив вперед сборную Московской области, и третье место в категории Т1 Кубка Мира. Следующие рейдовые старты отложены до весны. В начале апреля Волгоградская область будет принимать гонку пески Арчиды. А всего до декабря расписаны шесть этапов российского чемпионата.